В Ульяновской области уменьшилось количество заболевших ВИЧ-инфекцией. В 2020 году темпы снижения достигли 27%. Для сравнения, два года назад статистика варьировалась от 8 до 11%. В первом квартале 2021 года тенденция к уменьшению сохраняется. Специалисты связывают это с пандемией и карантинными мерами, в связи с чем несколько снизилась работа с анонимными пациентами. В целом уровень обследования на ВИЧ-инфекцию в регионе не упал и составляет 26%. Основным путем передачи остается половой путь. И если в те годы 18-19 он составлял где-то 82-85%, то в этом году вырос до 88%. В целом болеет у нас каждый 103-й житель Ульяновской области. Во время активной фазы пандемии Ульяновский областной центр профилактики и борьбы со СПИД изменил формат работы. Записи приема шли строго по записи, дабы ограничить контакты между ВИЧ-инфицированными. К пациентам из районов приезжала мобильная бригада в составе эпидемиологов и лаборантов. А лекарства давали не на 30 дней, как обычно, а на 3 месяца вперед. Противодействие ВИЧ-инфекции в регионе задача нацпроектов здравоохранения и демография. Вот такая была у нас задача для того, чтобы ни в коем случае не снизить диспансерные наблюдения, ни в коем случае не снизить лекарственные, дачу лекарственных препаратов. То есть все у нас были обеспечены. Сейчас в 2021 году, когда уже к пандемии пошла немного на спад, и такие жесткие меры уже как бы не действуют в регионе, у нас все вышло на круги своя. У пациентов с положительным ВИЧ-статусом нет дополнительных ограничений для прививки от COVID-19. Список противопоказаний общий для всех. Прививать ВИЧ-инфицированных пациентов, конечно, нужно. И в первую очередь нужно прививать тех, у кого сиди клетки меньше 50, потому что это риск возникновения тяжелой COVID-19. Те, которые перенесли оппортунистические инфекции на протяжении 6 месяцев, и те, которые на фоне ВИЧ-инфекции имеют также сахарный диамет, сердечно-сосудистые заболевания. Уменьшилась и смертность от СПИДа. Два года назад летальные исходы составляли до 21% на 100 тысяч населения. В прошлом году показатель снизился на 3%. А вот тенденция к старению болезни растет. Свыше 70% ВИЧ-пациентов в категории людей старше 40 лет. Чтобы получить консультацию по любым вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции, можно обратиться в центр СПИД или позвонить по телефону 46-42-39. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.